Продолжение следует... Мы, соответственно, поддержим это мероприятие, частью секции по священному раку головы и шеи, с нашим сообщением по применению методов фотодинамической терапии в лечении опухоли головы и шеи. Доклад у нас представлен из старейшего нашего учреждения. Я хотел бы напомнить, что Первый медуниверситет является основоположником клинической онкологии. Раковый институт в составе университета был основан еще в 1898 году, построен в 1903 году. В этом году мы уже начинаем подготовку к празднованию этого важного юбилея. И, соответственно, в честь основоположника нашей клинической онкологии в России Львовича Левшина, институт классной онкологии университета носит его имя. Актуальность проблемы понятна для нашего зала. Ежегодно более 500 тысяч новых случаев опухоли головы и шеи возникает во всех странах. Россия от этого не отстает. И совокупно уже мы давно перешли за сумму 30 тысяч ежегодно по всем локализациям. При этом хирургическое лечение является одним из ведущих методов при лечении данной локализации. Но мы с вами вместе с тем понимаем, что сайд-эффекты этого лечения существенны. И, соответственно, одновременно ведется попытка как органосохраняющих, функциональных, реконструктивных методов, так и минимизации методов, соответственно, нехирургического воздействия. Одной из ведущих проблем в успешности лечения рака этой локализации является, конечно, в точности топической диагностики определение границ опухоли. И, увы, нередко так называемые видимые границы не всегда совпадают с биологическими, что приводят в ряде публикаций до 30 случаев символа R1 по одному из краев резекции. Равно как и мы знаем, что нередко процессы возникновения раков, опухоли полости рта, полости носа, ртани, предшествуют так называемые этапные дисплазии от легкой до тяжелой с переходом в рак. Что также многими нашими коллегами расценивается как идентичность символа R1 и высокому риску второй, третий и так далее локализации в данном раковом поле. Конечно, мы в основном оперируем триадой – это лекарственная терапия, лочевая терапия, хирургическое лечение. При этом преследуя несколько целей основных – это радикальность, если мы говорим о локальном локорегиональном лечении, это повышение областики и, соответственно, то направление фотохимии, которое сейчас имеет очень такое модное название – терраностика, то есть и терапия, и диагностика. Оно начинает привлекать все больше и больше внимания наших коллег. Соответственно, я здесь буду неоригинален, говоря о основном механизме действия, в соответствии с которым после возбуждения лазера разных длин волн происходят фотохимические реакции на уровне опухолевой клетки, на уровне капиллярного русла, которые в свою очередь регистрируются датчиками, и соответствующим образом идет анализ изображения и прогноз эффектов лечения. В последнее время все больше и больше внимания начинают обращать не только на первичные опухолевые клетки, но и на микроокружение, так называемые имфоциты, ассоциированные с опухолью. И, в общем-то, по данным публикаций, одним из объектов вот такой фототерраностики и лечения как раз является и вот это микроокружение, которое, по мнению большинства сейчас ученых, играет активную роль не только в процессе местного роста, но и в метастатических механизмах опухоли. Соответственно, все это способствует тому, чтобы наше лечение имело мультивекторное направление, и если мы говорим про лекарственную терапию, то мы знаем о том, что сейчас появились иммуно-онкологические препараты, которые селективно работают как раз с опухоли ассоциированные лимфоцитами. Мы же с вами в данном сообщении рассматриваем как раз уникальный механизм фотохимических реакций, который в том числе призван осуществить эффект сдерживания и на вот это микроокружение, которое имеет большое патогенетическое значение при прогрессии опухоли. Таким образом, мы можем с вами сформулировать, что ФДТ является частью мультимодального лечения, которое может явиться и модификатором, и одновременно самостоятельным эффектором по блокированию агрессивного роста опухоли. Особенно это имеет значение в тех случаях, когда мы с вами при изучении молекулярного портрета опухоли сталкиваемся с так называемыми плохо реагирующими опухолями, у которых нет HPV-позитивного статуса, у которых высокий индекс пролиферативной активности, у которых, соответственно, высокие титры и GFR. И, соответственно, подключение сюда методов фотохимических реакций, по нашему предположению, могут оказаться тем самым деблокирующим механизмом, способствующим тому, что эти опухоли в клетке будут подвергаться лучшему уничтожению. Соответственно, мы приводим здесь несколько примеров приведения так называемых синергичных фотохимических методов лечения, как, например, пациент, у которого выявлена достаточно частая опухоль дна полости рта, при этом HPV-статус отрицательный и высокой степени экспрессии P53. Так, соответственно, с учетом вот такого молекулярного портрета нами избрана методика предоперационной индукционной химиотерапии вместе с химиотерапией. В качестве такого модификатора использовался 5-туроцил с фотораном. И, соответственно, мы видим при подведении 150 джолли на квадратный сантиметр фотобличинг в 90% клеток, что, соответственно, привело, если обратить внимание на левый слайд, практически полные резорции опухоли, что таким образом позволило выполнить после второго закрепляющего сеанса фотохимии органосохраняющую лазерную мукозектомию, которая показала, что имеется полное отсутствие живых опухолевых клеток в ткани, и, соответственно, это приравняется к патоморфозу четвертой степени. Другое наблюдение у пациента рак языка. То же самое HPV отрицательный, P53 позитивный. Проведена фотохимиотерапия, 4 курса с использованием фотосенсибилиратора хлорина Е6. И соответствующая световая доза до полного фотобличинга в ткани. Мы видим с вами очень позитивный ответ. Регрессию опухоли в визуальных картинах до 30% от первичной. Соответственно, выполнение органосохраняющей операции с одномоментной реконструкцией. И на гистологическом исследовании морфологическая картина лечебного патоморфоза. Соответственно, как я уже сказал, возможности, заложенные в этом методе, они касаются не только применения как лечебного, но и как диагностического устройства. Почему и получила комбинированный термин фототерраностика. И, соответственно, использование этого метода позволяет диагностировать лучше края и отдельные даже опухолевые комплексы в пределах слизистых, что существенным образом повышает возможности атопической диагностики. Соответственно, нами использовался для данного исследования аминолибулиновая кислота. Это уже другой фотоактивный препарат, который неинвазивно позволяет достаточно точно увидеть истинные границы зон дисплазии, рака, инвазивного рака, тем самым повышая точность наших органосохраняющих методов лечения. Таким образом, поиск эффективных методов лечения опухолей является актуальной задачей и одним из методов повышения уровня ответа на существующие методы химио-лучевой терапии, так и в ряде моментов, как самостоятельный метод лечения, фото-динамическая терапия является привлекательным направлением, которое имеет возможности не только лечебные, но и диагностические. Спасибо за внимание.